Вот эта зарядная станция маленькая, здесь локализация 98%. То есть микроэлектроника, она куплена в Китае. Все остальное, то есть розетка, стекло, пластик, плата, это все сделано в России. Зарядные станции для электромобилей, системы тока, микроконтроллеры и многое другое. Все это разработки российских производителей на Северокавказском энергетическом форуме. Сегодняшний день на форуме называется Днем инноваций. И действительно, на выставке компании со всей России представляют современные разработки в сфере энергетики. Этот прибор приехал к нам из Ярославля. Он позволяет вычислить повреждения кабельных линий под землей. Поисковое оборудование начали производить еще в 90-е, но с каждым годом прибор модернизируют. Под землей находятся все кабели, которые вы вот свет дома включаете, а ток идет по подземным коммуникациям, которые под дорогами, под детскими садиками и так далее. Там все идет под землей. И чтобы, естественно, не портить инфраструктуру, специализированный прибор для этого предназначен, чтобы найти место повреждения оболочки. Потому что у кабеля ее оболочки со временем она устаревает, также трескается и, соответственно, происходит какой-то пробой, короткое замыкание. Работка генератора предыдущего поколения в настоящее время выпускается. Сейчас в опытной эксплуатации у нас более автономный генератор, условно в два раза меньше. То есть если генератор будет использоваться не в составе лаборатории, а отдельно переносной, то будет намного легче им пользоваться. И также, если этот генератор работает от сети, то наш новый генератор будет автономный. Из Новосибирска на выставку привезли современные приборы для предотвращения аварий на линиях электропередачи. Произошло где-то склёстывание проводов, провода замкнулись, пошел ток короткое замыкание, и этот аппарат отключает его мгновенно, за доли секунды, за 20 миллисекунд отключает и локализует аварию. Энергетический форум также позволил наладить связи между региональным министерством и предприятиями, которые полезны краю. По зарядной инфраструктуре электротранспорта мы активно ведем эту работу по этому направлению. У нас запланировано строительство на 2024 год порядка 60 электрозарядных станций. С учетом того, что у нас Ставропольский край и в частности зона Кавказских минералевальных вод является большим, крупнейшим бальнеологическим кластером, туристическим кластером в Российской Федерации. Поэтому эта тема, соответственно, очень важна и нужна для Ставропольского края. Познакомились с интересными отечественными разработками Кристина Бородюк и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.